Так, всем доброе утро, шалом из Иерусалима, шалом, хеллоу, шавуатов, всем шавуатов, хорошая, прекрасная неделя, поправляем кипуш, она не падала, и продолжаем изучать Тору, да, это сейчас у нас неделя, очень важная, это неделя перед праздником Песах, сейчас заступает праздник Песах, все, всем шалом, надо сейчас увеличивать в духовности, увеличивать прям, с каждым днем готовиться к выходу из, к перескоку, Песах это как перескок на следующий уровень духовности, мы сейчас готовимся к перескоку, к прыжку такому, да, в новую реальность, Всевышний придет, придет Всевышний в этот мир, вот именно в своем самом творческом проявлении, творящем таком, да, творец, творец мироздания, он зайдет прямо 14-го Ниссана, Яков Штадзин, шалом, зайдет 14-го Ниссана, он зайдет в реальность, в эту, и такая будет вот именно другая совершенно духовная энергия, и значит, есть возможность у каждого перейти на следующую ступень в своем духовном развитии, хотят этого, они этого или не хотят, но переход будет, будет переход в другую реальность, Все, сейчас все собираются, Василий Альшанский, шалом из Питера, все, шалом из Харькова, Яков Штадзин, сейчас все собираются, и мы продолжаем изучать 12-ю главу, сегодня у меня было прям интересное такое с утра, прям мистика такая совпала, то, что мы сегодня будем изучать с событиями в мире, это очень интересно, я очень люблю видеть проявления, проявления вот этих Всевышнего, когда Бог, Он с нами разговаривает, как бы, да, Ведь, почему называется Ваикра, наш портал, группа Ваикра, почему так называется Ваикра? Ваикра это переводится и возвал, и Ваикра это третья книга пятикнижия, третья книга Торы, она начинается со слов и возвал Ваикра Ашем Эль Моше, и он возвал Бог к Моше, Так получается, что там написано Ваикра с маленькой буковкой Алиф, я видел такой комментарий от имени Рабина Ахмана из Бреслова, он говорит, почему маленькая буква Алиф? Так, маленькая буква там скрыт какой-то смысл, потому что обычно вы видите, все буквы одинаковые, а если в Торе, в тексте Торе есть маленькая или большая буква, то это шифер какой-то, и говорил Рабин Ахман, что маленькая буква Алиф, если на нее издалека посмотреть, можно увидеть не Ваикра с Алифом в конце, не возвал, Ваикра это значит возвал, как бы, да, словами возвал, А Ваикре с Эй буквой, это и случилось, то есть произошло событие, договорил Рабин Ахман, что к пророкам Бог взывал, то есть пророки были способны услышать слова Бога, услышать, понять, воспринять, у них была возможность воспринимать, а к обычным людям Бог взывает через события, то есть Ваикре и возвал Бог через события, и Он к каждому из нас, через события, Он к каждому из нас взывает и говорит, обратите внимание, уважаемые люди вообще, обратите внимание, что вообще происходит в вашей жизни, хорошо, и значит, почему, я чуть позже скажу, почему сегодня именно я об этом вспомнил, и как сегодня это повлияло, значит, Значит, мы закончили, мы закончили прошлый урок, что, значит, был у нас, был у нас десятый отрывок, что знает садик, знает праведник душу своего животного, и милосердие злодеев на самом деле жестокость, То есть мы посмотрели на этот отрывок с точки зрения того, что праведник, он добрый даже к животным, то есть его главное качество доброта, он добрый даже к животным, но к своему животному внутреннему, праведник не добрый, свое внутреннее животное он умеет держать и не давать ему власть над собой, именно поэтому он и праведник, А злодей наоборот, он к людям жестокий, то есть он людей других, он к ним относится не с добротой, а с жестокостью, но к себе, к своему внутреннему животному, он ему во всем потакает, и поэтому злодей он обжора, пьяница, лентяй, наркоман и так далее, потому что он свое внутреннее животное, он ему постоянно потакает, И он его жалеет, он его жалеет, свое внутреннее животное, а на самом деле это жестокость, потому что в итоге это приводит его к тому, что он становится изнеженный, больной и рано умирает, злодей рано умирает. Теперь дальше. Одиннадцатый отрывок сегодня мы изучаем. Увет адмато из ба-лехем. Тот, кто работает на земле, он насытится хлебом. Умирадев рейким хасар лев. Значит, тот, кто работает на земле, земледелец, насытится хлебом. Значит, что такое работа на земле была в то время и сейчас тоже? Работа на земле это очень тяжелый труд. То есть реально тяжелейший труд, который, он с одной стороны очень тяжелый, но с другой стороны этот труд, он очень понятный. То есть ты вначале пашешь землю, потом ты в эту землю кидаешь зерна, потом эти зерна начинают прорастать, ты следишь, чтобы их не сожрали сорняки, потом ты собираешь урожай, потом все. Вот у тебя такая длинная цепочка действий и ты все время должен быть привязан к этой земле, ты от нее не отходишь и ты все время находишься рядом с этой землей и ты над ней работаешь. Все. Задача простая, дальше будет написано, что сон работника на земле, он свободен, он крепок, много он покушал, мало он покушал, он работает на воздухе, он работает, у него нет забот особо, ему все понятно. Теперь, значит, еще раз, тот, кто работает на земле, насытится хлебом. То есть у него есть две здесь вещи. Первое, у него будет хлеб, второе, он этим хлебом насытится, то есть у него будет сытость даже от малого, у него будет спокойная, понятная жизнь, потому что он работает на земле. Теперь у Мерадеф Рейтим Хасар Лев. А тот, кто гонится за пустотой, у него будет Хасар Лев, недостаток в сердце. То есть мы знаем из Пертьевод, что марбе не хасим, марбе да ага. Тот, кто умножает имущество, он умножает заботу. И тоже мы учили, что, это будет в Мишле дальше, в притчах дальше, что тот, кто, там, в общем, говорится про разные бизнесы. То есть чем больше у человека бизнесов и чем больше ему надо держать в голове различных событий, отношений с людьми и так далее, тем больше у него беспокойства и тем хуже он спит. То есть здесь нам показывается такая вещь, что тот, кто гонится за пустотой. Что значит гнаться за пустотой? Я могу по себе сказать, вот, буквально, у меня даже было это в плане записано, что я решил изучать, начать акции, торговлю акциями, да. Что такое торговля акциями? Особенно если говорить про спекуляцию, про какие-то рискованные акции и так далее. То есть это погоня за пустотой, там нет материальности, нету там реальности такой, да. И если бы я действительно реализовал бы эту свою идею, то я бы сейчас сидел бы, беспокоился, акции упали, эти там на 20%, на 50%, туда-сюда. Теперь, ну я подумал, что нет, зачем мне нужны эти все акции, зачем гнаться за пустотой, когда есть реальные вещи. То есть я не работаю над землей, да, то есть я не земледелец, но я пишу книги. То есть писать книгу это как быть земледельцем. То есть ты сидишь и каждый день ты должен писать. Каждый день ты садишься, пишешь, 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 нет результата, нет результата. Это как ты посеял землю. Потом через там полгода, через год рождается книга, это как ты собрал урожай. Но он будет урожай только если ты не бросил. Если ты по ходу бросил, урожая не будет. Если ты посеял, но ты потом не поливаешь и не пропалываешь, урожая не будет. То есть очень важно именно вот здесь там скрыть такой, такой как бы закон, да, что тот, кто работает на земле, он насытится хлебом, но это труд с одной стороны тяжелый, но с другой стороны он понятный. Тот, кто гоняется за пустотой, тот, кто хочет быстро разбогатеть, у него какие-то там проекты, дешевты, там какие-то дела, то, то, бах и остается ничем. Вот такой вот он дал нам совет, не гнаться за пустотой. Теперь что такое пустота, каждый сам для себя определяет, но по-простому земледелие это крутая тема. То есть это крутая тема, выращиваешь себе еду, и я даже думал, вот я вчера был шаббат, я думал на эту тему. Раньше люди, раньше люди, которые вот были земледельцы, дальше вот одни акции, пишет Саид Макаев, упали с 200 рублей до 49 копеек. Дай бог, чтобы у Саида Макаева все вернулось обратно, значит, но действительно предпринимательство это сложная такая история, которая, ну земледелие, оно мне кажется надежнее, так здесь написано. Но я еще другой аспект хотел заметить насчет земледелия. Вот я вчера в шаббат думал, что раньше человек, который работал на земле, или там он пасовец, он был все время на природе, то есть он все время был на связи со Всевышним, как царь Давид был пастух, Моисей Мошерабейну был пастух, Авраам Авину был пастух, они все были пастухи, они постоянно были на связи с природой, с Богом, и вот они в этот момент, чем заниматься? Ты пасешь овец, ты внутри разговариваешь с Богом, ты слушаешь тишину, то есть они были все время в такой внутренней работе, и они не отвлекались. Обычный человек, который живет в современном мире, его внимание полностью рассеяно, оно к нему вообще не принадлежит, особенно когда он все время в интернете, его все время вот так колбасит, он то в Африке, то в Америке, то он смотрит какой-то там, листает Инстаграм, то он оказался наболит через картинку, то он оказался где-то еще. То есть человек все время смотрит он новости, у него за 30 минут, например, новостей, у него перед глазами прошел весь мир, смотрит он фильм какой-то, этот фильм, у него просто как по мозгам проехалась информационная такая нагрузка, которая у него раньше люди за годы жизни столько не воспринимали информации, сколько человек сейчас воспринимает за полчаса, понимаете? То есть это тоже второй аспект, почему лучше работать на земле, потому что в этот момент ты погружен в свой внутренний мир, занимаешься спокойненько своей духовной работой, и насытишься хлебом, а тот, кто гоняется за пустотой, у того будет хасерлем, он будет все время разболтанный. Дальше. Двенадцатый отрывок. Хамат, Раша, Мицодраим, Вешорыш, Садитим и Тен. Значит, возжелает хамат, это как вожделение, когда человек хочет Мицодраим сети злодеев. Значит, хочет злодей сети злодеев, а корень праведников он ему дает. Значит, здесь царь Самон, он отмечает нам разницу в подходе к жизни между злодеями и праведниками. Значит, злодей, он, вся его жизнь построена на зависти и на соревновании, причем он завидует, завидует он другим злодеям. Я помню, в молодости я общался с разными людьми, так получилось, и у меня было какое-то небольшое такое соприкосновение с преступным миром, потому что я был в спортинтернате, в институте физкультуры, и там было такое вот, ну, многие спортсмены шли в преступники в 90-е годы. И я чуть-чуть с ними, так как я был такой дружелюбный парень, у меня было много друзей, и я каким-то образом чуть-чуть столкнулся с теми, кто ушел в преступный мир. Они очень постоянно не смотрели фильмы про преступников. У них был учебный фильм, «Лицо со шрамом», там какие-то «Крестный отец». Они постоянно смотрели боевики, и они все время смотрели, как стать еще большим бандитом, как сделать более страшное лицо, как там... То есть они очень ориентировались на других бандитов, и они друг с другом воевали. То есть преступные группировки, они все время воевали между собой за влияние. Вот в этом вот воровском мире, они все время, вот эти воры в законе, они все время передел сфер влияния, битвы короновали, раскороновали. Это то, что нам говорит царь Соломон в 12-м отрывке 12-й главы, что вожелает злодей сети злодеев. Он все время хочет у других злодеев забрать их сети, которыми они грабят других людей. То есть он все время на них ориентируется. Вышорыш садитим и тен. Мы знаем, что такое корень праведников. Корень праведников, он на небе. Праведник, он как дерево, которое своими корнями уходит на небо. Вот я вчера, очень интересно, тоже у меня был в шаббат. В шаббат как бы отключаешься от всех электроники, от всех средств входа информации. Получается, ты в шаббат все время варишься в тех мыслях, которые внутри тебя. То есть у тебя нет никакого доступа новой информации. И у меня поэтому в шаббат, и плюс еще в шаббат есть же специальная энергия шаббата, такая духовная, субботы. И у меня в субботу обычно есть статья озарения. Вот у меня вчера было очень серьезное озарение, что когда человек, вот я работаю большую часть времени и занимаюсь с Торой очень маленькую часть времени, вот провожу этот урок, но большую часть времени я занимаюсь бизнесом, работаю, обучаю. У меня несколько тренинговых там компаний, издательств и так далее. Я вчера вдруг подумал, что почему я занимаюсь с Торой меньше, потому что мне кажется, что если я буду заниматься Торой больше, то я не смогу уделять внимание бизнесу. А вчера я понял, что нет, у меня же в бизнесе все идет только потому, что я занимаюсь с Торой, что у меня есть корень на небе, и через Тору идет благословение на бизнес. Я вчера подумал, что это очень у меня неправильный подход, что если я буду больше заниматься Торой, то я заберу у бизнеса. Наоборот, я дам бизнесу больше. То есть цадик, он настроен не на внешние какие-то, не на внешние сети, которыми можно получать. Он не ориентируется, он понимает, что все в жизни приходит не от людей, а от Бога. То есть даже люди приходят от Бога. И поэтому корень цадика, он на небе. Цадик всю свою жизнь праведник, он строит на усилении своей связи с Богом. А злодей, он все время ориентируется, так как с Богом у него нету связи, он все время ориентируется на какие-то внешние источники поступления чего-то. И я вспомнил здесь одну историю про Рэбзуси. Был такой Рэбзуси, один из хасидских праведников таких. И как-то он сидел с учениками, и утром он должен был отдать кому-то большую сумму денег. И у него не было денег. И он очень радовался, такой радовался, читал псалмы, такой ученики говорят, Рэбзуси, а как же вы завтра деньги будете отдавать? Он говорит, не знаю как, но есть же хозяин у мира, у мира есть хозяин, я должен деньги отдать, хозяин мира мне как-то деньги даст, Бог мне как-то деньги даст. А если не даст, так значит я и не должен отдавать. Ну то есть он полагался на Всевышнего. Они говорят, ну а как он вам даст? Рэбзуси говорит, ну давайте сделаем такое как упражнение, напишите каждый вариант, как вы думаете он мне даст деньги. В общем там было около 30 учеников, они все написали записку, и Рэбзуси он тоже написал записочку, какую-то записку, и спрятали они эти записки. На следующее утро ситуация каким-то образом изменилась, я не помню, или он отдал деньги, или тот, кому должен был отдать, простил ему деньги, или что-то было, в общем, что оно, произошло что-то неожиданное, что позволило ему отдать деньги. И это то, что произошло, не было ни один из тех вариантов, которые написали ученики, не был упомянут. То есть тот вариант, который произошел, они не смогли догадаться. А они его спросили, Рэбзуси, а вы что написали? Он взял свою записочку, им показал, и там было написано, что Бог не нуждается в советах Рэбзуси. То есть Бог сам найдет, когда деньги, то есть с чем мне за Бога думать? У Бога есть миллион вариантов, как дать деньги. Это то, что здесь написано, что злодей, он завидует, и он хочет сети других злодеев, а корень цадиков, он ему даст. Корень цадика, это корень праведника, это связь его с Богом, он всегда понимает, что Бог ему даст все, что ему нужно, Бог ему даст. А если не даст, значит не нужно. Все. То есть он абсолютно спокойный, радостный. Теперь, и вот 13 отрывок, это очень интересно, сегодня, вот как раз у меня было такое, как событие, сейчас вы поймете связь. Написано в 13 отрывке так, БПШАСФАТАЕМ МОКЕШ РА. Преступлением уст создается, МОКЕШ РА, это как ловушка такая, создается ловушка зла. Преступлением уст создается ловушка зла. УМИЦЕРАЦАДИК А. ВАЦЕ МИЦЕРАЦАДИК. Это, чуть не этот отрывок, следующий будет, то, что я хотел сказать. Значит, смотрите, здесь, в этом отрывке, нам дается, как бы, вводная часть, что все, что у человека в жизни происходит, это следствие того, что он говорит, и того, что он думает. У каждого из нас есть некая система, система мышления, то, во что человек верит. И злодей, он верит, что надо делать зло. Праведник, он верит, что надо делать добро. Праведник верит, что добро, это то, что Бог сказал добро. Злодей верит, что зло, это так и надо, а Бога нет. Каждый живет в своей какой-то системе убеждений, и человек внутри живет в системе своих убеждений, то, во что он верит, как надо поступать, что важно, что не важно, он принимает решения. Но главное, то, что делает, создает жизнь людей, это то, как люди взаимодействуют друг с другом. То есть, это уже начинается конкретная, конкретная жизнь людей. То, как человек говорит с другими людьми, что он им говорит, как он им говорит, как он им отвечает, и так далее, это уже, как бы, он переводит свое мышление в реальность. И все, что есть у человека в жизни, это следствие того, что он говорит другим людям. Теперь, когда человек говорит преступление устами, он создает себе ловушку зла. Лошонара, злое язычие, клевета, сплетни, кого-то обидеть, и так далее. Это все он себе создает ловушку на будущее. И выходит из любого преступления праведник, из любого цара, цара это неприятность, страдания, выходит праведник. Почему? По той же причине праведник, он говорит только хорошие, добрые вещи, и он выходит из любого преступления. И вот 14-й отрывок, он как бы дает следующий этап, он говорит так, митри пи иш из батов, от плодов рта человека насытится добром. То есть тот, кто говорит добрые вещи, тот, кто делает добрые вещи, ему оно возвращается, он насытится добром. Угмуль, ядэй, адам, яшу, ло. И воздаяние рук человека вернется ему. И вот интересно, что на фразе воздаяние рук человека объясняют комментаторы, что когда человек делает какие-то поступки, то это создает воздаяние, это больше, чем плод. Плод это ты сразу съел. Ты сказал, получил ответ. Сказал, получил ответ. Сказал добро, получил ответ добро. Сказал зло, получил зло. Это быстрая связь. Гмуль, воздаяние, это долгая связь. И это уже идет за какие-то поступки. Я когда это прочитал, я утром сегодня проснулся, посмотрел новости. Посмотрел я новости, ну потому что в мире сейчас такое творится, интересно, как вообще, какие свежие новости. И тут я смотрю в новостях. Статья, сегодняшняя новость, очень такая интересная новость, которая не имеет отношения вообще к коронавирусу никакого. В США признали погибшей внучку сенатора Кеннеди. Значит, внучка сенатора Кеннеди с ее восьмилетним сыном, они попали в шторм на коно у берегов штата Мэрилент и утонули. Женщина с восьмилетним сыном сели на коно и для того, чтобы у них уплыл мяч. И они поплыли за мячом, их вдруг уносит ветром и они тонут. И тут я вспоминаю, что это уже 18-е потомки Кеннеди, которые погибли за последние несколько лет вот такой вот непонятной смертью. И был такой Джон Кеннеди, это президент США, которого убили. Был его брат Роберт Кеннеди, которого убили. Вот это вот внучка Роберта Кеннеди, которого убили, брата Джона Кеннеди, которого убили. Ее в этой семье 18 человек погибли при вот таких вот обстоятельствах. Двое за последнее время от наркотиков. Сын этого Роберта Кеннеди и внучка Роберта Кеннеди погибли от передоза наркотиков и так далее. И тут я вспоминаю вторую статью, которую я слышал когда-то от... на одном из рок-авторы. Я слышал историю, что о проклятии семьи Кеннеди. Оказывается, в... Ну, общая семья Кеннеди, они в их... Тот, кто приехал в Америку, первый Кеннеди, он был грабитель. Он грабил, это известный факт, он грабил. Второе поколение, которые разбогатели, они разбогатели на сухом законе. Это были преступники, которые торговали алкоголем и, значит, на сухом законе они разбогатели. Но самое интересное, когда они уже разбогатели, то, значит, вот есть история. Я специально в комментариях я привел эту статью про клятие Клана Кеннеди. Много есть статей. Это я взял журнал, журнал Татлер. Такой журнал Татлер. Но там есть много статей. Даже написана эта история в Википедии. Про... Звали его. Это был отец Джона Кеннеди. Я вот сейчас не помню. Президент Джон Кеннеди, вот, Джозеф Патрик Кеннеди. Джозеф Патрик Кеннеди старший, он был во время войны послом США в Великобритании. Он был один из самых близких людей президента Рузвельта. Он был друг Гитлера и антисемит. Он выступал против того, чтобы Америка участвовала в войне против нацистской Германии. Он считал, что Гитлер правильно поступает с евреями. И когда был Сент-Луис, был корабль, который был еврейский корабль с семьями, который просил остановиться на... Вначале они просили визы. Он не дал визы. Потом они хотели высадиться на Кубе. Он лично приложил все усилия, чтобы их не пустили на Кубу. Он лично приложил все усилия, чтобы этот корабль все время не пустили в Америку. Они видели Майами. Их вернули в Германию. И все они погибли в концлагерях с семьями с огромной еврейский корабль. И говорят, что Равин пришел к нему потом, Равин Англии, и ему сказал, что за то, что вы сделали, что все... И он ему сказал вот этот пасук, что все к человеку возвращается. То, что вы сейчас сделали, и что из-за вас погибло столько людей, сотни людей, около тысячи человек погибло на этом корабле, с семьями, с детьми и так далее. Он говорит, вам все вернется. Все вернется, потому что есть воздаяние за каждый поступок. Вот то, что здесь мы сегодня учили. И уже 18 человек из семьи Кеннеди, включая двух его сыновей, Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, президент США, брат президента США, их убили. И дальше 18 человек. И сегодня еще два человека, это внуки Кеннеди, они погибли. Можно сказать, что это все случайно. Можно сказать, что вообще вот просто случайно 18 человек погибли из клана Кеннеди. Можно сказать, что действительно то, что нам говорил царь Соломон, что все к человеку возвращается и хорошее, и плохое. 14 отрывок 12 главы. Мипри пи иш из ботов. От плодов рта человека насытится добром. То есть, если ты выдаешь добро, то ты насытишься добром, и твои потомки насытятся добром. И все будет, то есть, ты выдаешь добро, ты получаешь добро. Угмуль яде адам яшивло. И воздаяние рук человека вернется к нему. Вот все, что можно сказать про карму, возвращение там и так далее. Вот все это есть в 14 отрывке 12 главы. И поэтому для нас есть еще один огромный стимул сейчас делать добро. Максимум делать добро, говорить добро, воздержаться от зла в любой его форме. То есть, чтобы изо рта выходили только добрые, хорошие слова. Но причина всего это в мыслях. И очень важно для себя сделать вот этот вот такой конкретный вывод, что если ты хочешь, чтобы у тебя в жизни было добро, ты должен стать производителем добра. Ты должен это добро создавать, делать, выдавать. То есть, не ждать, пока оно к тебе придет откуда-то. То есть, нужно занять активную позицию и делать добро, и оно будет к тебе возвращаться. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, всем добра, удачи, здоровья и духовного роста. Мы сейчас находимся в преддверии Песоха. Сейчас будет прям Песох, это как скачок такой, да, Бог сказал, прям все написано, как подойти к Песоху. И мы должны сейчас проверить себя, убрать в себе все зло. Хамец это метафора зла, метафора гордости, метафора лени. Мы должны сейчас работать над осторожностью, над расторопностью, над быстротой в служении Всевышнему. И в Песох перейдем на следующий уровень, придет Маше с Божьей помощью, и все будет великолепно. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.